Привет, любимые зрители! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. И сегодня я хочу обратиться в первую очередь к россиянам, которым грозит мобилизация. Посмотрел я на видео вакханалии, происходящие в России, и как покорное стадо идет в военкомат, а потом уезжает на войну умирать, и хочу обратиться к своим зрителям. Я понимаю, что у меня, скорее всего, немножко поумнее, чем в среднем, у меня поумнее зрители, чем в среднем по России, ну, так хочется верить, но тем не менее, глядя на покорность, с которой россияне отправляются умирать, я очень хочу к моим зрителям обратиться, не ходите в военкомат. Во-первых, не получайте повестку. Вообще, как угодно делайте, чтобы ее вам не вручили, чтобы вы нигде не подписывались, изображайте дурачка, умалишенного, закатывайте истерики, припадки изображайте. Не получайте повестку. Если вы ее уже получили, не ходите в военкомат. Неявка по повестке на данный момент это 3000 рублей. Да и сами посудите, они сейчас заманаются за вами бегать, в принципе. Им проще не бегать за теми, кто уклоняется от призыва. Да это даже не призыв, извините, это мобилизация. Потому что призывники это другое. Призывники-то отправляются. Хотя я бы, честно говоря, если бы и призывник тоже бы сейчас поостерегся идти в российскую армию. В общем, если вы получили повестку, не ходите вы сами в военкомат. Это меня просто так поражает, что люди добровольно идут в военкомат, получив повестку, где их снаряжают и уже отправляют просто вот там в учебке. Я так понимаю, что через неделю эти люди уже где-то будут на фронте находиться. Если вы каким-то образом пришли в военкомат, изображайте там дурачка, что угодно. Кричите славу Украине, там, я не знаю, чтобы вас никуда не отправили. Каждое мое видео, у меня такое ощущение, что какие-то банальные вещи проговариваю. Но это походу надо говорить, иначе до людей не доходит. Вообще, задайте себе вопрос, почему в России в принципе проходит мобилизация. Потому что не хватает на фронте людей. А это были профессионалы, обученные. Я понимаю, что вам говорят, что будут призывать в первую очередь тех, кто уже служил, которые имеют хоть какой-то опыт, но очевидно, что людей, которые имели самый большой опыт, уже перемололи в Украине. Если спецоперация российская так успешно проходит в Украине, что они потеряли всего лишь, как там было, чуть меньше 6 тысяч человек, то зачем мобилизовывать еще 300 тысяч? Просто задайте себе вопрос. То есть профессионалов уже перемололи, сейчас вас любителей, по-быстрому обучат чему-то и туда бросят. Больше полугода я вам говорил, что-то сделать со своей жизнью. Теперь я вас прошу как раз ничего не делать. Вам же так классно это удавалось все это время. Не ходить на митинги, не возмущаться войне. Теперь вам надо не пойти в военкомат, от чего зависит ваша жизнь. И что я вижу? Народ берет повестку и радостно фигарит туда. Вам как раз сейчас надо не делать что-то. Как раз не делать. Пускай они за вами бегают, пускай они вас находят, вручают повестки. У меня ощущение, что россияне опять на какой-то авось надеются. Сначала авось, что им повестка не придет. Потом авось, что их не мобилизуют. Я читаю новости, там отец трех детей, типа 45 лет, его не должны были мобилизовать. Он получил повестку, пошел по этой повестке, его мобилизовали в военкомате. Нахрена ты пошел? Ну если тебя не должны мобилизовать, так нахрена ты идешь в военкомат вообще? Это их дело выяснить, что правильно и законно вообще во всей этой ситуации, а не ваше. Вы не должны им помогать. И самое поразительное, что от этого ваша жизнь зависит. Просто вот конкретно жизнь. Если я когда-то говорю, что Путин испоганил вашу жизнь, потому что экономика России в жопу катится, типа вы можете с этим спорить. Говорят, нет, у нас все нормально. Но сейчас конкретно, вот прямо без всяких аллегорий и экивоков, от повестки зависит ваша жизнь. То есть вы сначала думаете, авось пронесет, не вручат повестку, авось пронесет, мне в военкомате скажут, что это ошибка, авось пронесет, не отправят на фронт, потом когда к вам прилетает ракета в то место, где вы сидите, я не знаю, что там. Авось я реинкарнирую во что-то хорошее, потом в котика. На какой авось вы тут надеетесь? Я уже молчу о том, что вас отправят служить вместе с зэками, которых ЧВК Вагнер набрал. Это не будут какие-то отдельные полки, вас будут доукомплектовывать, вами будут доукомплектовывать то, что те полки, которые сейчас разбиты. То есть вы будете, во-первых, служить с профессиональными военными, которые уже как минимум полгода что-либо делают, плюс там будут зэки и вы. Как вы думаете, кого первого отправят как мясо, если это понадобится? А понадобится, например, выяснить, где находится артиллерийская точка украинцев. Как это выясняется? Вас отправляют куда-то, по вам эта артиллерийская точка хреначит, вы умираете, а точка выяснена где. И потом уже туда работают российская артиллерия. Но это один из примеров, это один из вариантов. То есть вы реально считаете, что вас не отправят на какое-то боевое задание, потому что вы ничего не умеете, как раз вас и отправят. Потому что вы не представляете никакой ценности. А перед этим зэки у вас еще и отожмут все, что у вас есть. Либо на перо посадят, если будешь выделываться. Да, сейчас рассказывают Министерство обороны ошибки при мобилизации, кого-то неправильно забирают. Но они это просто рассказывают. Они точно так же рассказывали, что не будет никакой мобилизации. Они точно так же за день до нападения на Украину говорили, что не будет никакого нападения. То есть вам врут постоянно. А вы продолжаете верить и как овечки сами же идете в рот к волку. Да вы посмотрите, как украинцы вообще реагируют на эту мобилизацию. Что-то там никто не испугался. Все просто, ну, придется больше русских убивать. Обратите внимание, там нету никакой паники вообще. Триста тысяч, шестьсот тысяч, миллион мобилизуют. У украинцев рабочее настроение. Ну, столько придется убить, убьем столько. Еще раз обратите внимание, что вами заменят профессиональную армию, которую уже перемололи. Россия нападала профессиональной армии, контрактниками, которые несколько лет обучались всей вот этой фигне. И их уже не хватает. И их места отдают вам. Вы придете в учебку. Не знаю, сколько вас там будут дрючить. Я не думаю, что очень долго. И вы отправитесь мяском таким розовеньким на фронт. Не надейтесь на авось. Просто не получайте эту долбанную повестку и не ходите в военкомат. Все. Это не какой-то бином Ньютона. Это такая банальная штука. И это ваше любимое ничего не делание. Я вне политики. Ну, вот, что это? Заявите. Я вне политики, поэтому воевать не хочу. Я вне политики. Пускай воют те, кто вот в эту политику влазит. Приходят повестки вам на работу. И работодатель такой дебил, что вас подставляет при этом. Увольняйтесь, меняйте работу. Еще раз повторяю. На другом, на другой чаше весов ваша жизнь. Это как раз, в отличие от митингов, не то, что вас изобьют и посадят. Вас убьют просто, понимаете? И дай бог, в кавычках, конечно, что вас убьют мгновенно. А вы же, во-первых, потом можете еще и мучиться, там, например, получив ожоги 70% тела, да? Или вообще оставшись инвалидом. И инвалидом, может быть, только ножку там оторвет. А если овощем каким-нибудь? И только потому, что вы сами получили повестку и пошли в военкомат. Ну вы нормальные вообще? Сырю на этих мужиков российских. Ну я там понимаю, какие могут быть причины. Может, там есть какой-нибудь из безнадеги, чтобы уехать от своих семей, пилищих жен и прочего-прочего. Я просто не думаю, что среди моих зрителей такие есть. Сейчас ваша жизнь именно что в ваших руках. Причем попасть в армию сейчас еще надо постараться. То есть вам надо получить повестку, пойти по ней в военкомат, там сесть в автобус и уехать. Это, знаете, довольно много действий. Покончить жизнь самоубийством проще, чем в военкомат пойти. И, по-моему, сейчас призывы к мобилизации, это являются призывом к самоубийству. Что запрещено на территории Российской Федерации, между прочим. Ой, я там видел какие-то еще приемы, типа, сделайте себе татуировку украинского герба и вас точно не возьмут. Вас возьмут с татуировкой украинского герба. Скорее всего, еще фломастером вам на лбу напишут дебил. И потом будут еще издеваться в процессе вашего обучения и до приезда на фронт. А потом, когда вас убьют и ваш труп найдут украинцы, и они еще скажут, что вы дебил. Потому что не дебил не делает себе татуировку герба Украины, чтобы на фронт не поехать. Он просто не получает повестку, если ты не дебил, и не идет в военкомат. Что делать, если ловят на улице? Ну, во-первых, тренироваться с бегом. Давайте, бегайте получше. Чтобы вас не поймали и не включили, и не вручили повестку. Во-вторых, еще раз повторю, вы не ходите по этой повестке просто. Пускай они задолбаются вас по судам там, так сказать, еще что-то делать. И напоминаю, 10 лет вам дадут, если вы уже пришли в военкомат и стали мобилизованным. А потом вы куда-то делись. И то, по-моему, 10 лет отсидеть это лучше, чем умереть на войне. Если у вас есть боязнь какого-то наказания, потому что вы не получили повестку, не пошли в военкомат. Я поражен, что у вас нету боязни умереть. То есть у вас нету боязни умереть, но зато есть боязнь наказания. И опять повторю, не надейтесь на русский авось. Вас не пронесет. Никого не пронесет. И этот разгон, тоже реклама инфлюенсеры там стали рассказывать. Особенно всяких блогерш под это подтянули. Что, мол, мобилизует только 1%. Вот посмотрите, 1% там от чипсов. Это вот такая маленькая фигулька. 1% от чего-то. Чего вы паникуете? 99% же не будет мобилизовано. Еще раз повторю. Буквально полторы недели назад они все по очереди говорили, что вообще не будет никакой мобилизации. Поэтому верить в 1%, что они вам сейчас говорят, 1% всего будет мобилизовано, я бы тоже не стал. Инфа из недостоверных источников говорит о том, что они планируют под миллион мобилизовать. Вы опять хотите на авось понадеяться? Ну и напоследок, вообще молодежи я бы порекомендовал бежать из России. Я делал видео про будущее России. Тут вне зависимости, мобилизует вас или нет, ничего хорошего в будущем в этой стране вас не ждет. Никакого будущего у вас тут нет. Правда говорят, что сейчас с 28 сентября вообще закроют границы России для всех мужчин призывного возраста. Неважно годен ты или нет. То есть получается от 18 до 60 или 65, я не помню какой там предел призывного возраста. Не призывного, а мобилизационного, конечно. Призывной возраст же до 27, если мне не изменяет память. И если бежать еще не все могут, хотя опять же у меня вот в Дискорде народ буквально как объявили мобилизацию, прям за сутки уже несколько человек успело свалить, то не получать повестку и не идти в военкомат может каждый из вас. Еще раз повторю, для этого как раз надо ничего не делать. И эти стада баранов, которые получив поместку Бекая и Мекая пришли в военкомат и сейчас уже отправились в сборочные пункты тренироваться чему-то, тоже видео, да, с обосранными матрасами. А помните и драка этого комика Мерзалезаде, по-моему, да, судили его за этот, за то, что он прошутил про русские обосранные матрасы. А вот вам, пожалуйста, сейчас видео с этих пунктов сбора мобилизованных как раз русских обосранных матрасов, на которых им спать приходится, зашибись. Подытожим давайте. Значит, не получайте повестку, не расписывайтесь ни в чем, не ходите в военкомат, отлынивайте от мобилизации как только можно, от этого зависит ваша жизнь. Будете вы жить или нет, никто не говорит, хорошо вы будете жить. Вы просто будете жить. Но если вы, конечно, не хотите жить, не хотите, что я могу поделать, то все равно не ходите в военкомат, потому что вашей жизнью вы можете еще забрать какие-то жизни украинцев. Надеюсь, до своих зрителей я эту банальнейшую мысль смог донести, ну, конечно, до российских зрителей. Да, кстати, вспомнив украинцев, вот вы можете сказать, так в Украине же тоже прошла мобилизация, там тоже, типа, не готовые к этому люди отправились на фронт. Там мобилизованных, вот именно, ну, во-первых, она 24 февраля началась, вы понимаете, уже 7 месяцев прошло. Так вот, те мобилизованные, у меня, кстати, флаг даже висит, это от терробароны киевской. То есть, они все прошли обучение в терробароне своих городов, там, в Харькове, Киеве, где угодно. И некоторые, некоторые, даже не все в терробароне отправились потом на фронт. Сейчас в Украине переизбыток желающих воевать, понимаете? И эти люди, которые в терробароне, вы понимаете, они обучались уже 7 месяцев. 7 месяцев, при этом, при постоянных обстрелах ракетами и прочем. Даже вот эти не, ну, как бы, непрофессиональные военные уже стали профессиональными военными. А вы до такого состояния даже не доживете. При этом профессиональная армия Украины цела, чтобы вам там не рассказывали, постоянно получают вооружение из-за рубежа, еще даже Ленд-Лиз не начал работать. Если вам там рассказывают о каких-то проблемах российской армии, потому что на вооружении в Украине есть иностранное вооружение, это очень маленькая часть правды. На самом деле, просто командование украинской армии лучше, рядовой состав украинской армии воюет лучше, обучен лучше, украинскую армию поддерживает весь мир. И вас вот на эту машину бросят как мясо. Все, на этом закончу. Если кто-то из моих зрителей, кто меня сейчас смотрит, после этого видео, таки пойдет военкомат, мобилизуется, я сам лично найду этого мудака, оторву ему ножки, засуну ему в жопку, чтобы он фигней такой не занимался. И за Баню, конечно, на канале. Отдельный выпуск делаю, Леша Банюк. Все, всем пока. Такая вот техника.